Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджизи, мой канал о моде и красоте, а также о бомном шопинге. На моем канале достаточно много видео о лайфхаках. Я очень люблю лайфхаки, я считаю, что есть действительно такие приемы, которые могут очень нам упростить жизнь в любой сфере. Но я ни разу не выпускала видео, посвященное лайфхакам для минималистов. И сегодняшнее видео как раз таки будет посвящено тем трюкам, тем легким приемам, которые помогут вам бодро шагать по пути минимализма, в особенности, если вы начинающий минималист. Этот первый трюк, который необходимо применять, помнить и всегда представлять себе, что и зачем вы делаете, это, конечно же, расхламление. Помните, что расхламление должно совершаться с холодной головой. Безусловно, за хлам не стоит держаться, но хлам это прежде всего сломанные вещи, это вещи, которые потеряли свою какую-то функциональную цену. Все же остальные вещи необходимо, ну, если уж не оставить в карантине, то очень-очень хорошо подумать, когда мы решаем с ними расстаться. Потому что в отношении расхламления я бы посоветовала вам всегда применять принцип «лучше не до, не до расхламиться, чем перерасхламиться». Потому что в последнем случае мы сделаем не что иное, как выбросим наши деньги прямо-таки в мусорное ведро. Те вещи, которые нам могут пригодиться, потребуются снова покупать. Поэтому первый лайфхак «лучше не до, чем пере». Второй лайфхак и трюк, который широко могут применять именно минималисты, с большим и большим комфортом, заключается в том, что мы, минималисты, должны помнить, что есть такое понятие, как «шаговая доступность». И эта шаговая доступность сейчас, она распространена практически повсеместно и означает, что то, что нам может подариться завтра, мы можем с легкостью себе купить в шаговой доступности. Можно надеть пальто и дойти до ближайшего магазина и приобрести то, что нам нужно, и не захламлять свое жилище прежде всего и свое пространство также теми вещами, которые часто хранятся и находятся в нашем доме, с принципа «а вдруг когда-то мне это понадобится?». Это странно, но мы зачастую действительно покупаем вещи впрок, покупаем вещи, которыми здесь и сейчас пользоваться не собираемся. Но думаем, что, возможно, когда-то эти вещи нам пригодятся, приносим их в свой дом, находим им место для хранения, и вместо того, чтобы хранить эти вещи в ближайшем магазине, мы за свои собственные денежки храним их, и, возможно, никогда не прибегаем к использованию таких вещей. Поэтому второй лайфхак и вторая хитрость – это шаговая доступность. Необходимо помнить об этом и пользоваться шаговой доступностью. Третий лайфхак связан с ценой. Помните, пожалуйста, дорогие минималисты в особенности, да и просто зрители, которые случайно попали на это видео, что, скорее всего, завтра цена на понравившийся вам товар, который сегодня продается со скидкой, будет еще меньше. Более того, практика показывает, что завтра вы сможете найти лучшую цену на товар лучшего качества, потому что мы живем в мире перепроизводства. И факт перепроизводства от нас стандартных рядовых потребителей пытаются всячески скрыть, прикрывая тот простой факт не продаж, не допродаж в тех или иных магазинах тем, что вещи закапываются, еда сжигается и так далее, и так далее. По миллиону причин, которые озвучиваются, кроме одной единственной. Все это не покупается, все это зачастую никому не нужно и не может быть продано. Нам представляется сейчас это как некая политика бренда, политика производителя, но за этим стоит простой факт, что мы потребители не можем, либо не хотим купить столько, сколько нам предлагают продавцы и производители. И очень многие продавцы и производители понимают, что им никак не выгодно закапывать и сжигать, им гораздо все-таки выгоднее снижать цену. Поэтому, скорее всего, завтра вы найдете за лучшую цену лучший товар. Еще один трюк, который очень помогает мне держать под контролем пространство, это всегда помнить, что пустота – это очень и очень красиво. Я рассказывала из собственного опыта, как раньше пустые полки мне казались полками, на которые необходимо что-то поставить. И в духе минималистичных интерьеров, но тем не менее, я совершенно некомфортно себя ощущала в окружении пустых поверхностей, пустого стола, допустим, пустых поверхностей какой-то удлиненной мебели. Мне на самом деле казалось и хотела все это заполнить. Пока я не приучила себя, не приняла очень простую мысль, что в пустоте мне гораздо комфортнее, и что пустота, а также тот звенящий объем, который мы можем приобрести в квартире любого размера – это очень красиво, и очень приятно, и очень комфортно лично для меня. Следующий лайфхак пригодится всем тем, кто периодически испытывает наплыв потребительского голода, как я это называю. Сейчас со мной такие приступы случаются все реже и реже, но я помню, как бывает, ну хочется, очень хочется что-нибудь купить, именно что-нибудь. Я даже не очень представляла себе, что конкретно могло бы меня порадовать, просто сам факт покупки я знала, мне хотелось совершить. Важно помнить о том, вне зависимости от того, являемся мы минималистами, считаем ли мы себя таковыми, что покупая товар, скажем так, компромиссный, тот, что не удовлетворяет нас на все 100%, просто потому что сегодня нам захотелось что-то купить, просто потому что с этой вещью мы связываем некую иллюзию своего счастья, своей радости, своего более комфортного существования, своей красоты, своей молодости. Возможно, мы лишаем себя возможности, завтра встретив классную вещь, которая на 100% нас удовлетворяет, всем требованиям нашим отвечает, мы лишаем себя удовольствия купить и обладать этой вещью, потому что либо у нас не будет денег, либо эта вещь уже действительно будет лишняя. Ее функции хотя бы частично будет выполнять тот аналог, который мы уже приобрели. Поэтому да, важно помнить, что покупая здесь и сейчас то, что нам не нравится на 100%, то, что на 100% не отвечает нашим требованиям, мы лишаем себя удовольствия обладать тем, что действительно наше. По поводу обладания, важно также помнить, что современный мир построен на принципе гораздо важнее обладать, чем иметь такую возможность. Но однажды все мы, кто шагает к опыте минимализма, приходим к пониманию того, гораздо приятнее последнее, гораздо важнее ощущать, что ты можешь себе это позволить, и, возможно, этого себе не позволять. Спасибо, пусть пока это побудет в том магазине, где это продается. Я же останусь со своими деньгами, как только мне это понадобится, я приду и куплю. Приду и куплю, скорее всего, по более приемлемой для меня цене. Поэтому да, важно помнить, что само обладание не так приятно и не так важно для человека, который практикует минимализм, как возможность что-то приобрести тогда, когда в этом возникнет необходимость. Ну и последний полезный совет, который я могла бы дать всем минималистам, неважно начинающим, либо не очень, это, конечно же, искать свое счастье и радость, а также положительные эмоции в нематериальном. На самом деле, очень сложно себе представить современному человеку, что определенную радость, эмоции положительные мы можем получить как раз-таки в том, что никак не связано с потреблением. Но, тем не менее, именно минималисты, которые хорошо продвинулись по пути минимализма, могут подтвердить мои слова. Когда мы пытаемся что-то покупать и пользоваться какими-то услугами, мы очень часто получаем кратковременную радость и кратковременное счастье. В то время, когда мы отказываемся от потребления, я часто говорю, что раньше для меня эти слова, эти фразы звучали несколько странно, несколько надуманно. Но, тем не менее, я поняла, что какие-то простые вещи, которые ну никак не связаны с тем, чтобы потратить деньги, чтобы потратить даже какую-то минимальную сумму, именно они приносят действительно положительные, настоящие эмоции. Хобби — это прекрасно. Зачастую хобби стоят не так дорого, как те аналоги, которые предлагают нам в современном мире потребления. Ну и также самая элементарная прогулка может быть отличной альтернативой для многих семей, которая выбирается на традиционный ужин либо обед в конце недели. И таких альтернатив можно найти очень-очень много. Главное — применять свою фантазию. И повторюсь, фокусироваться именно на том, чтобы заставить себя, чтобы убедить себя найти определенные радостные впечатления и эмоции в том, что никак не связано с возможностью потратить ту или иную сумму. Вот такой список из лайфхаков и полезных советов у меня получился. Желаю всем бодро шагать по пути минимализма. Минимализм — это прекрасно. Он действительно меняет жизнь, дает нам возможность посмотреть на привычные вещи действительно под другим ракурсом и дает возможность нам, самое главное, чувствовать себя счастливыми и испытывать положительные и радостные эмоции. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Данечка, что больше всего тебе понравилось в Акваландии? Копать, погибли, тоннели. Туннели? Там было круто. Там было круто? Да. А ты не испугался? Нет. Но там же был страх. Ну, больше не боюсь. Больше не боишься? Ты большой молодец, такой смелый. Но больше, больше всего, что тебе понравилось? Копать не нравится. Копать? Да. Я копаю, я уминаю. Ну. Даник! Хочешь со мной прокатиться? Да! Да? Хочешь, да. Пойду вам истарку. Теперь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...